Знаете, я вспомнила, что одна моя подписчица, ее зовут Оксана, она попросила меня сделать видео о том, о моем коте. Вот у меня такой кот, красавец, он голубоглазый, такой красавец, я сейчас как сам Вэл буду его вот так же тоже делать, как сам Вэл с ним. Вот, я тоже вот точно так же люблю, вот как сам Вэл обожает своего кота, так и я своего Васеньку обожаю вообще. В общем, моему коту около 8 лет уже. Когда он ко мне пришел, ну в общем, он был не маленьким, ему где-то было 2-2,5 года, это так сказал ветеринар. Ну, сейчас начну с самого начала. В 2010 году, когда сын еще жил у нас тут в Испании, ну в Каталонии в смысле, про сына тоже надо рассказать, почему. Меня тоже спрашивают, почему сын не хочет жить в Испании, про это надо тоже отдельно рассказать. Вот, как раз тот был момент, 2010 год, когда мой сын приехал ко мне в Испанию. И в один день мы с ним, с моим сыном пошли, жили мы тогда в Бедреросе, и мы пошли, а Бедрерос там окружен лесами. Ай, все. Леша пришел, сейчас будет мне мешать сделать видео. Леша, ты мне будешь мешать делать видео? Ну-ка, все, без комментариев. Давай, проходи, я сейчас быстро про кота расскажу. Ну, скажи в камеру привет. Ну, ладно. Иди скажи привет в камеру. Иди скажи два слова про моего кота. Ничего не буду говорить. Ну вот. В общем, я продолжаю. Леша, сильно не шуми. Мы пошли с Ильясом тогда в лес. И, в общем, и когда мы, ну, дошли там до места, где хотели собирать грибы, ну, это достаточно далеко было от самого Бедрероса, мы услышали такой неимоверный плач. Плакал кот. Вообще плакал так, что я даже в один момент, подумала, что с ним что-то случилось, что он, может, в чем-то запутался там, или, ну, как-то, ну, что-то случилось с ним. Но, когда мы стали подниматься, он нам навстречу выскочил. И вот пока мы с Ильясом ходили, собирали грибы, он все за нами, как собачка шел. Он нас ни на шаг не отпустил. У него был здесь такой этот ошейничек. Это значило, что он не был диким, потому что он давал себя погладить. На руки мы его брали. Он муркал, он плакал. В общем, сердце у меня не выдержало, и я, конечно, его забрала домой. Оставить его там в лесу, чтобы он там умер. Понятно, что животное было не приспособлено к жизни в лесу. Я его забрала с собой. В первое время мы хотели написать... Фу, волосы сейчас. В первое время мы хотели написать, ну, такое объявление, что мы кота нашли в Бедерерсе. Думали, может, он потерялся. Но нам сказали, что раз так далеко он был, то, скорее всего, его туда выкинули. Вот так страшно, что просто кота выкинули. И вот Леша тут стоит и мешает мне делать видео. Я ничего не мешаю делать видео. Я наблюдаю просто за своей женой, как она делает прекрасное видео. Просто я стою и смотрю. Сам я не любитель, просто я не хочу вам показывать, потому что я не люблю, когда на меня камера смотрит. Поэтому, если вы слышите мой голос, продолжайте смотреть Танины видео, потому что они все очень подробные, я считаю, очень интересные. Некоторые могут быть даже и забавные. Как будто бы ты их смотришь. Извини. Таня на меня жалуется, что я ее видео не смотрю, но на самом деле я их посматриваю. Но я, конечно, не могу целиком видео посмотреть, потому что я не усидчивый с этим делом. У меня свои другие хобби. Но я вам всем желаю смотреть, получать от них удовольствие. Хотя моя жена, можно сказать, большая любительница. То, что меня иногда немножко раздражает. Ну так выйди, пожалуйста, пусть люди-то посмотрят на тебя, скажут, что там за кадром кто-то бубнит. Цветы. Цветы и животные. И еще, кстати, подожди, сейчас у меня карточка кончится. Я не закончу. Я хотела сказать, что кроме того, что у меня были всегда коты, у нас еще были морские свинки. Я вообще обожаю морскую свинку. Одна у нас жила, ей было 8 лет. И мы ее называли Бориской, ну потому что у нас свинка. И все знакомые, когда приходили, мы говорили, морская свинка Бориска, и все ржали и говорили, что говорит Борис Ельцин. Морская свинка. Я надеюсь, что сейчас карточка не закончится. Я просто расскажу, я просто расскажу, попытаюсь быстро одну историю, которая со мной произошла вместе с моей женой, которая заставляет всех смеяться. Это произошло в городе, сейчас скажу, это там, где находится музей Галы, жены Сальвадора Дали. Мы как-то туда с Таней и с Ильясом поехали вместе, и я им решил показать этот знаменитый музей Галин. И мы гуляли по городу. И внезапно моя жена, вот она уже начинает смеяться, внезапно моя жена, которая, когда я внимательно рассказывал про этот город, очень интересно рассказывала про этот город, а вот внезапно раздается сзади дикий виск. Ребята, посмотрите, какие рыбки в пруду! Я в этот момент хотел мою любимую жену укокошить. А он потому что вел там... Приехали мои родственницы, и он так красиво, он уже бывший гид, и он так красиво им рассказывал, а я подошла, там был какой-то пруд такой грязный, весь заросший тиной, такой страшный. И я когда подошла вниз-то, посмотрела, ну думаю, что там за грязь. И такие рыбы огромные, красные подплыли, и от неожиданности я заразала, рыбы, рыбы, смотрите, какие рыбы! Да, я очень люблю животных, вообще, это... Это моя слабость. Слушай все, Леша, И последние мои слова вам. Приезжайте и смотрите эту замечательную страну, в которой мы встанем живем, и уезжать отсюда, хотя родина наша, она в России, уезжать отсюда мы уже не хотим, потому что такого райского уголка найти на земле, найти на земле невозможно. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Ну, в общем, еще я хочу добавить, что... Вот... Иди, иди. Не смущай меня. Я не смущаю. В общем, еще я хочу добавить, что вот кот, мой кот, я хочу сказать, что он меня очень спас в период, когда вот у меня был развод, когда мне пришлось переехать с Бедрероса в Лёре Демар. В общем, он был со мной рядом, такой пушистый комочек, такой, ну, любил меня, и как... Я считаю, что... Вот Лёша не смейся, но он все-таки мне очень помог преодолеть вот это, то, что со мной случилось. это...